Против бензиновой засухи постоянный рост цен на бензин вызвал волну недовольству жителей. Повышение цен на топливо тревожит не только автомобилистов. Тему продолжит Алексей Лощинин. В баке этого автомобиля наступила бензиновая засуха. Теперь передвигаться по городу водитель может в двух режимах. Первый исключительно при помощи физической силы. Еще один на буксире. И то, пока топливо есть у друга. Ценники на заправках то и дело ползут вверх. Против этого уже не первый раз выступают автомобилисты. Проезжающие мимо они охотно сигналят, поддерживая акцию молодой гвардии. Я считаю, если у нас бензин делают, то должны это как-то нам, не скажете, никакое делать. Что же рвутся совсем, как звери там на самом деле. Спасибо. Но вы поддерживаете, да, снижение цен на бензин? Саратовский регион сейчас занимает четвертое место в Приволжском округе по ценам на топливо. Тарифной политикой нефтяных компаний недовольны не только водители, но и экологи. Если они работают в этом городе, если они получают прибыль за счет горожан, в принципе, они должны выиграть такую игру, где выигрывали все. Выигрывали бы горожане, соответственно, и выигрывала бы экология, и выигрывали бы они. А получается, эта игра в одни ворота. Они получают прибыль, они, соответственно, набивают себе карманы, но при этом закрывают глаза на проблемы. Бензин на саратовских заправках дорожает заметной регулярностью. Цены ползут вверх, и многим владельцам автомобилей считать приходится каждую копейку. Мы хотим привлечь руководителей компаний для того, чтобы они, во-первых, объяснили, почему такая стоимость на бензин. И, конечно, мы требуем снижения стоимости на бензин. Это поддерживают жители нашего города, сигнали, видя призыв молодогвардейцев к понижению стоимости. Это проблема всеобщая. Я думаю, что если мы вот так, таким образом, такими акциями будем привлекать жителей города, надо привлекать и руководителей этих заправок, органы власти, и к какому-то мы решению, я думаю, придем. Бензиновых магнатов просят сесть за стол переговоров, иначе автомобиль скоро действительно станет роскошью, а не средством передвижения. Алексей Лощинин, Олег Захаровский, Росалв Квитко, Вести, Саратов. Редактор субтитров А.Семкин